Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Уже 8 лет в микрорайоне Солнечный остров нет газа и нет централизованных водоснабжения и канализации. Сегодня в 21 веке, в 4 километрах от Москвы, мы живем как в Средневековье. В противостоянии управляющих компаний в жилом комплексе Битцевские холмы. У них нет квалификации, у них нет административного ресурса, у них нет опыта, у них нет понимания, как управлять собираемостью средств. Команда видновского клуба «Хайкик» завоевала 5 медалей высшей пробы на чемпионате России по микс-файту. Ряд бойцов могли еще лучше выступить. Все-таки у нас получается 5 вторых мест, можно было все 10 золотых. В Центральном парке города Видное состоялось открытое собрание Совета парков, на котором обсудили проекты по благоустройству парковых территорий города Видное. В мероприятии приняли участие представители администрации Ленинского городского округа, члены Совета парков, депутаты и активные жители. На встречи побывала и наша съемочная группа. Заседание Общественного совета парков в связи с эпидемиологической обстановкой было принято провести на открытом воздухе. Судя по количеству участников, тема благоустройства парков весьма важна для местных жителей. Сегодняшний день задача муниципалитета, всех, кто проживает на территории муниципалитета, всех людей, кому не все равно, как будут развиваться парки на нашей территории, подумать, продумать, внести предложение с тем, что бы хотелось, что возможно. Основным вопросом на собрании было обсуждение благоустройства Расторгуевского парка. Его планируется провести на субсидии, которые будут предоставлены по губернаторской программе. В Расторгуевском парке у нас две субсидии. Одна субсидия 20 миллионов, другая субсидия 17 миллионов. По 20 миллионам субсидий нам у нас планируется установка модульного туалета, модульная зарядная станция, также проводится хороший воркаут-площадка, детский игровой комплекс планируется. Помимо этого в Расторгуевском парке будет скейт-площадка. Сомнения в целесообразности ее строительства возникают в основном у старшего поколения. Но у молодежи и их родителей другое мнение. Мы, как родители наших детей, которые проживают в Расторгуевской части, считаем, что скейт-площадка, про которую вы тут все говорите, против, она должна быть в нашем парке. У всех один вопрос. Чем больше площадок, ребятам, тем лучше. То есть, если у них есть место, где кататься, соответственно, они будут соблюдать правила. Также в Расторгуеве планируется установка веревочного парка и троллей через пруд. Если подрядчик справится с поставленной задачей, потому что мы хотим троллей сделать через пруд. То есть, не просто на земле, а именно чтобы некая такая экстремальная площадка, которая там будет. На встрече жители могли озвучить свои мнения и предложения по будущему оснащению и наполнению парка. Хотелось бы сохранить его историческую часть, зеленую, которая там существует еще с военного периода, в которой существуют и животные, которые там всегда были, ежики, белки и прочие, и растения, которые занесены в Красную книгу. Далее собравшимся рассказали, на каком этапе находится конкурсная процедура по выбору подрядчика, который будет разрабатывать концепцию трех видновских парков – Центрального, Расторгуевского и Тимоховского. У нас 2 числа уже последняя подача заявок, после чего у нас будет где-то 10-12 дней по определению поставщика, потому что там целый у нас конкурс, это не очень необычная методология, по которой мы будем выбирать поставщика, кто это будет делать. После определения поставщика будут проведены публичные слушания. Подрядчик учтет все замечания и пожелания жителей и специалистов администрации Ленинского городского округа. Затем концепция будет представлена в правительстве Московской области. Наталья Буслаева, Кирилл Ванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. К нам на телеканал обратились жители микрорайона «Солнечный остров», расположенного в территориальном отделе «Молоковская». Уже 8 лет здесь нет газа, нет централизованных водоснабжения и канализации, которые обещал провести застройщик. Благодаря вмешательству властей муниципалитета электричество подключить удалось, но вот перспектива с другими коммуникациями пока туманна. В ситуации разбиралась Екатерина Коваленко. Сегодня, в 21 веке, в 4 километрах от Москвы, мы живем как в Средневековье. Вот мягко говоря, как в Средневековье. До нас никак не дойдет цивилизация. Надежда Шкловская приобрела участок в Солнечном острове еще в 2015 году. Тогда же женщина заплатила более полумиллиона рублей за коммуникации, которые застройщик должен был подвезти в течение двух лет. Прошло уже пять, но вопрос, где газ, по-прежнему без ответа. Есть у нас застройщики, которые нам обещают уже, начиная с 2012 года, что здесь будет газ, канализация, вода, электричество. С этих трех, с четырех коммуникаций газ, скажем, каждый год обещание. Электричество сделало МАЭСК за них, канализация и вода вообще отказаны. Так, Солнечный остров превратился действительно в остров без газа, воды, канализации. Удалось подключить лишь свет, и то благодаря вмешательству администрации Ленинского городского округа. Всего заложниками ситуации стали более 500 семей. Люди устали от бесконечных обещаний и переносов сроков из года в год. В этом сезоне газа не будет в домах, да? Скорее всего, нет, а дорожные работы начнутся с конца ноября. Начнутся подключения домов ориентировочно в февраль-март следующего года. С приближением зимы отсутствие газа становится более ощутимым. У кого-то из газгольдера в основном же дома отапливаются электричеством, которое, к слову, отключается здесь достаточно часто и надолго. Тогда местным жителям точно не позавидуешь. Екатерине Егоровой, маме двух малышей, приходится в такие моменты укутывать детей слоями одежды. Если долго вообще нет электричества, то остывает дом где-то до 16 градусов. Особенно, если ночью спишь, мы, наверное, котел включаем, чтобы хоть как-то нагреть дом. Ну, посильнее мощность включаем. Если ночью нету, то как бы у нас дом вообще остывает. Да и суммы за тепло получаются ощутимые. В среднем за сезон на дом уходит 70-100 тысяч рублей, иногда больше. Очень высок и празд застройщика за решение газового вопроса. Причем с каждым днем аппетиты только растут. Вы же говорили, 350 тысяч за разрешение к подключению. После прохождения экспертизы. То есть, возможно, будет еще и больше. Возможно, да. Возможно, будет больше. После экспертизы. Это в то время, когда Владимир Владимирович пообещал бесплатное подключение к каждому дому в Московской области. То есть, мы должны здесь заплатить от 350 тысяч. Ну, и выше когда-то. Выходом из ситуации может стать коллективный договор. Мы, жители, хотели отдельный коллективный договор составлять, исключая вот эту компанию, да, застройщика. Чтобы просто каждый житель внес какие-то деньги, и мы уже для себя сами провели эту сеть. Плюсом такого договора стало бы подведение газа воздушным путем. Так как прокладка по земле, предлагаемая застройщикам, по мнению жителей, навсегда лишит их перспективы провести централизованные воду и канализацию. Она и так тумана, ведь дороги в Солнечном острове являются не общей собственностью, а принадлежат застройщику. Диалог с которым становится все более сложным. Доверия нет. То есть, хочется какую-то альтернативу все-таки от государства. И чтобы нам не указывали там тарифы, тарифы за обслуживание этих сетей. Не дай бог тут что-то взорвется, я не знаю, кто за это дело отвечать будет. Мне кажется, что вот такой вещью должно заниматься государство. Наша телекомпания продолжит следить за ситуацией в Солнечном острове. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Противостояние двух управляющих компаний произошло в жилом комплексе «Битцевские холмы». Вот уже несколько месяцев жители пытаются понять, кто же сейчас обслуживает их дома. Наша съемочная группа разобралась в ситуации, узнав точки зрения всех заинтересованных сторон. Подробности в сюжете Юлия Пагасьян. Жилой комплекс «Битцевские холмы», дом 1, корпус 1 по улице Олимпийской был сдан в 2016 году. И сразу здесь было создано товарищество собственников недвижимости, которое выбрало управляющую компанию от застройщика. Она и обслуживала дом все это время. Но жители были недовольны работой УК. Ситуация начала меняться весной этого года. Инициативные жители ТСН расторгли контракт с управляющей компанией «Битцевские холмы» и перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, а также заключили подрядный договор с УК «Радуга» на аварийно-диспетчерское обслуживание. Летом часть собственников вышла с предложением сменить форму управления, упразднить в первом корпусе ТСН и передать дом управляющей компании, чтобы та его полностью обслуживала. Состоялось собрание, большинством голосов выбрали УК «Тройка Комфорт». Только вот с этим решением многие не согласны. Проводилось оно с рядом нарушений. Не было очной части собрания, не было должного оповещения. Насколько там известно, по закону должны быть разосланы заказные письма. Бюллетени вручались каким-то выборочным образом. То есть далеко не все жители, как бы их вообще видели, им было предложено участвовать в этом голосовании. Позже мы также собрали больше 50 подписей, отправили просьбу в Гожил инспекцию проверить нарушение этого собрания. Гожил инспекция нам прислала отписку просто о том, что документы о собрании получены, и что-то толковое может решить только суд. Куда не согласны жители первого корпуса и решили обратиться. Подали иск, теперь ждут судебного заседания. С другой стороны, те самые собственники, которые желали смены управления домом. Говорят, ТСН себя не оправдала. Работало оно плохо, поэтому голосование было легитимным. У них нет квалификации, у них нет административного ресурса, у них нет опыта, у них нет понимания, как управлять собираемостью средств, как балансировать бюджет. Таким образом, есть неприятное ощущение, что сейчас у нас большие долги у жителей, потому что ТСН фактически представляет жителей. И как бы в итоге нам эти долги гасить. Я просто вижу, что люди, которые не умеют управлять, рвутся управлять. И поскольку это мой корпус, мой подъезд, моя прилегающая территория, мне, конечно, больно смотреть, к чему это может в итоге прийти. С 1 октября по всем документам, управлением и обслуживанием дома занимается УК «Тройка Комфорт». Ее представители уверяют, ликвидированное товарищество собственников недвижимостью препятствует нормальной работе. Попасть в технические помещения препятствовали. У нас не осталось выхода, как только менять замки на технических помещениях, электрощитовых. В консьержных местах общего пользования находятся консьержки, которые не находятся в штате «Тройки Комфорт». Управление ТСН не выходит на связь, не хочет вести диалог, что-либо передать нам для управления, какую-либо информацию, технические документы для управления многоквартирным домом. Дом разделился на два лагеря. Обе стороны намерены продолжать отстаивать свою правоту. Сколько времени это займет, пока неизвестно. А тем временем страдают остальные жильцы, которые просто хотят получать качественные услуги за свои же деньги. И здесь уже не важно, кто будет эти услуги предоставлять. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. ВиднетВ. Во дворце спорта «Видное» прошел чемпионат России по микс-файту в виду спортивного единоборства смешанного стиля. Команда видновского клуба «Хайкик» завоевала пять медалей высшей пробы. Также в копилке коллектива пять вторых мест. Несмотря на это, главный тренер клуба не совсем доволен результатом. Почему? Об этом его расспросил Максим Козлов. Три дня видновский дворец спорта принимал у себя одно из самых статусных бойцовских соревнований – чемпионат России по микс-файту. В нем приняло участие более двухсот спортсменов со всей страны. Несмотря на то, что команда видновского клуба «Хайкик» завоевала пять золотых медалей, тренер бойцов несколько недоволен результатом. Ряд бойцов могли еще лучше выступить. Все-таки у нас получается пять вторых мест. Можно было все десять золотых. Я думаю, что это может быть то, что у нас дома происходит. И такое давление прямо на них идет. Из-за этого, может быть, немножко в финальных боях перегорели. Увы, из-за пандемии коронавирусной инфекции в зале разрешено находиться только судьям, спортсменам и их наставникам. Тем не менее, организаторы отметили, что соревнования прошли на высоком уровне, в том числе и благодаря условиям, в которых выступают спортсмены. По всем качествам соотношения чемпионата страны – это дворец очень удачный, очень хороший. И тут все профессионально, звук, свет, как… Готовится, сверили, портел. Все на высшем уровне. Стоит отметить, что Московская область стала вторым регионом по количеству наград. И не последнюю роль в этом сыграли видновские спортсмены. Одним из главных украшений финала стала битва тяжеловесов. Видновчанину Денису Недашковскому он в синем углу противостоял спортсмен из Дагестана. В какой-то момент даже показалось, что боец в красном шлеме берет верх. Денису 26 лет. С 2009 года он занимается единоборствами. Мастер спорта по боксу и кикбоксингу. Во втором раунде поединка все серьезно поменялась. И в итоге видновчанин оправдал свое прозвище «русский панчер», во втором раунде отправив соперника в нокаут. Эта победа стала прекрасным подарком землякам. Чувствовалась ответственность, но у меня опыта очень много, поэтому я переборол себя, знал, что делать, высыл и сделал свое дело. Вот прозвище «русский панчер», откуда оно пошло? Да, тренер придумал, да, из-за того, что я заканчиваю все бои ударной техникой, нокаутами. Чемпионат России по микс-файту в очередной раз показал, что видновские борцы одни из сильнейших не только в Подмосковье, но и во всей стране. И скоро ребятам представится еще один шанс порадовать земляков. 22 ноября у нас будет первенство чемпионата России по Ветфу Дау. Также будем упорно готовиться и радовать наших видновчан. Мы выражаем благодарность администратии за поддержку, за вклад и развитие в нашем регионе единоборства. Именно такая поддержка дает нашим юношам стимул. Вот дает возможность показывать себя. Безусловно и то, что самая главная награда для ребят – поддержка видновчан. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Что для вас Россия? Как вы планируете отметить День народного единства? Эти и многие другие вопросы участники клуба «Юный журналист» Развилковской школы задали гостям библиотеки разных национальностей. Зачем? Смотрите наш следующий сюжет. В День единства будем рядом. Будем вместе навсегда. В Развилковской библиотеке прошла встреча интервью начинающих репортеров с читателями разных национальностей. Ученики 4-го Г-класса Развилковской школы из клуба «Юный журналист» готовят очередную статью ко Дню народного единства. Будем говорить, наверное, о толерантности. Будем говорить о том, что наша страна – это дом не только для нас, для русских, для россиян, но наша страна стала домом для многих-многих национальностей. Ребята сами подготовили презентацию, посвященную Дню народного единства, и составили вопросы, которые и задали гостям библиотеки. За что вы любите место, в котором вы живете? Что для вас, Россия? Как должен отмечаться День народного единства? Вопросов у ребят было много, но юные журналисты отлично справились со своей работой. Иногда было сложно, потому что ты иногда волновалась, а когда ты уже задавал вопросы, то ничего страшного не было. Потом каждый напишет ее в ворде, мы отправим нашему учительницу, и потом это зашли в статью. Ребята занимаются журналистикой уже четвертый год, поэтому легко ответили нам на вопрос, в чем секрет успешного интервью. Во-первых, должны быть хорошо продуманные вопросы, и нужно обращаться к тем людям, которые дают тебе интервью с уважением, чтобы и все было хорошо. Они молодцы, я довольна. Я уверена, что они напишут замечательную заметку. Спасибо огромное за тех людей в библиотеке, которые пригласили, потому что ребята услышали, увидели разные мнения людей разных национальностей. Руководитель местной телестудии ТВ «Развилка» Иосиф Гринберт, который также участвовал во встрече, поделился с нами впечатлениями. Каково это – оказаться по ту сторону экрана? Я себя чувствовал ответственным, сказать правильно перед детьми, потому что дети – это все. И не дай бог, если я сфальшивлю. Я волновался, скажу честно. Ребята просто молодцы. И еще, если честно, мне, знаете, что понравилось. Я гляжу на них, а это, по сути дела, наше будущее. За будущее я спокоен. Готовый материал выйдет в местной газете «Наши соседи» и в «Видновских вестях» накануне Дня народного единства. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова